всем привет вы на канале мехомозг меня зовут евгений друзья мои сегодня тема опять политеики произвел модернизацию своего горна ну по крайней мере попытался покажу что да как потом пришла посылочка посылочка с тиглями вот у тигли потестируем все эти кварцевые тигли и вот покажу что в этих мешочках будем пытаться плавить интрига так от кого же это тигли тигли от владимира из московской области непосредственно от производителя кварцевые тигли у него свое производство технической керамики ссылочку в описании оставлю кому интересно сейчас я покажу потестируем их первый раз открою я сам еще не знаю что там посылочка довольно таки легкая так уху 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 итак можно видеть сколько тут аж 7 тиглей но тут записочка записочка говорит о том что нельзя брать вот таким образом клещами иначе поломается надо брать клещами вот таким образом сейчас я сделаю клещи какие-нибудь потому что не знал какие тут размеры сделаю клещи подставку под него и попробуем их потестировать из вот этих 7 тиглей выбрал я вот эти два они наиболее объемные могут служить даже как крышечка один для другого сварил из них вот простейшие вот такие щипцы так сказать вот по-быстрому и вот такую подставочку сделал зачем подставочка что собственно я сделал с горным какие изменения внес вот теперь у меня двухуровневый я видео выкладывал как я трубу в змеевик загинал вот он можно видеть он здесь находится соответственно воздух через змеевик подается в горн сбоку и газ попутно уже вот здесь смешивается с горячим воздухом насколько это эффективно но я так сразу не понял друзья один раз я все-таки вот одну плавочку сделал перед этим попробовал то что она все работает в принципе хотя бы плавить латунчик бронзу расплавил были у меня обрезки ну посмотрим подставочка где подставочку из державки тоже на скорую руку сделал чтоб 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 воздух мог проходить через вот это вот отверстие сюда и прогревать вот этот змеевик но у меня вот эта труба прогревалась там градусов ну кипела вода градусов 150 на этом было будем пробовать смотреть насколько это быстрее итак а что же в этих мешочках в этих мешочках деньги мир не без добрых людей вот я уже плавил когда-то монетки и мне подарили вот такие мешочки эти 91 год написано в этом мешочке копейки советские все 91 года год распада советского союза сокровища в этом мешочке что в этом мешочке 20 копеечке монеты советские 20 копеечные монеты советские 20 копеечные монеты советские все 82 года не смешать целый мешок а вот в этом мешочке интрига в этом мешочке теыны 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 это ходили в девяносто четвертом году в казахстане хотя все они 93 года выпуска они по-моему буквально один год ходили из оборота их изъяли что я планирую планирую я расплавить 1 копеечные монеты и теыны это и то и другое латунь просто разные сплавы грубо говоря вот в этих тинах цинка в два раза меньше чем в копейках здесь 80 процентов меди 20 процентов цинка здесь 60 процентов меди и 40 процентов цинка ну там еще и 2 процента марганца взвешу сейчас по полкилограмма копеечек два тигля расплавлю потом посмотрю какой угар один тигр будет открытый другой закрытый ну и дальше будем смотреть по ходу как действовать прогреваем горн вперед и 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 это у нас 341 даже меньше что хочу сказать это я не накрывал ничем высокий тигр был а это я накрывал стальным пятачком десяткой ну и чё и и тут даже меньше тут может какие-то капельки остались в принципе тот же самый эффект горела по 150 грамм тигли тигли в принципе все нормально себя показали и даже с них все папа отваливалась там что-то было на стенках а потом когда он стал остывать все осыпалось и вытряхнул ничего не прилипло что хорошо но вот угарает конечно много так что кому тигли такие понравились друзья мои ссылка в описании к видео кому они интересны я так понял и у них главный недостаток это хрупкость а в плане цены я считаю довольно таки даже бюджетный вариант так ну с копейками все понятно и из выше полученного так сказать опыта что я решил дальше делать сейчас я пол килограмма кином насыпаю вот такой тигелек почему такой тигелек у него внутренний диаметр меньше а сам он высокий ну я надеюсь что будет меньше угорать и другой сплав пол килограмма плавим взвешиваем смотрим что получилось потом что дальше эти же пол пол килограмма ли то что я отолью я расплавляю и добавляю уже в расплав еще пол килограмма и опять взвешиваем и смотрим может меньше угорать быть или нет вот и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первый раз тигли я не накрываю в большом открытом тигле Вот эту вот болваночку плавил Второй раз в маленьком закрытом Широком, но маленьком А третий раз я все-таки перелил вот в этом тигле Сейчас, сейчас, в том высоком-узком В этом же высоком-узком я плавил вот эти тигны Угорело всего 10%, почему я шлак не отобрал Вот первый раз загрузил Он вниз стек металл и застыл там То есть внизу было холодно, сверху жарко Я думал, что я его вообще оттуда не достану Поэтому вот я уже показывал, когда я отливаю Это была другая отливка Плюс ко всему пламя у меня было на первых двух плавках Обогащенное Газа много Я думал, что газа быть много не может Потому что труба у меня маленькая Я поставил, была дюймовая, стала трехчетвертая Надув воздуха А нет, газа меньше сделал И все, лучше пошло дело Вот я то, что показывал Как вот такую вот трубу заплавлял теины Первые полкилограмма Я их показал Потом закинул в тигль И потом засыпал еще полкилограмма Но показать я не могу, почему Вышла нештатная ситуация, к сожалению Но никто не пострадал Разлил я, короче, все О, гляньте Бетон чуть-чуть порвал А это все собирать и взвешивать Я не вижу смысла И переливать, конечно Но я еще раз говорю Ну, примерно 10-13% угорает от этого Потому что здесь цинков в два раза меньше И вот этот белый дым Бело-желтый Он Стиынов То есть Латунь Л-80 Гораздо меньше идет А тигль не пострадал Так что не волнуйтесь Все хорошо Прилипло даже чуть-чуть Упал, упал Почему? Вот это вот моя печечка Для плавки Она, мне кажется, получше, чем гор Для плавки металла Почему? Здесь открываешь И очень большое окно И большая температура Все мои краги Смотрите, что с ними стало И хорошие, и плохие И хорошие, и плохие Сюда руку не засунешь Надо все-таки клещи было делать Более качественно А не на скорую руку Сюда палец уже не засунешь вверх И вот-вот из-за этого Вот все-таки я не удержал Они еще и нагреваются Ну, короче, получилось То, что получилось А что по горну? Ну О, еще очень красный Когда-то подставочку сделал Потому что не мог из тигля Вот первую плавку теинов достать Подставил, чтобы повыше Повыше был Тигелек И внизу все-таки расплавилось Ну, все нормально Я достал Думал, тигль не спасу Стоило ли заморачиваться С вот этой конструкцией Я разницы большой не заметил В принципе, что так плавилось Что и так плавилось Ну, разницы я не заметил Как вы считаете, друзья мои Пишите в комментариях Стоит ли газ Отсюда, вот сюда переместить Попробовать Будет ли он там загораться Сейчас вот покажу Вот эта труба На гнетание воздуха Спичка загорается Видите, температура Но что-то разницы большой Я не почувствовал Может смешение с газом плохое идет Может быть стоит ее переместить То есть газ сюда Как вы считаете, друзья мои Пишите обязательно В комментариях свое мнение Сейчас я кирпич отсюда вытащу И посмотрим, как там Видоизменилась труба Все это довольно горячее Вообще на улице сейчас довольно тепло Можно в майке ходить Но я где-то довольно тепло Почему? Потому что возле горна Очень даже некомфортно Вот можно видеть Сюда вот это испарение Цинка шло И труба довольно сильно нагревалась Змеевик этот Вот я и думаю Попробовать сюда газ спустить В начале Будет он там загораться Не будет Надо экспериментировать Но вы пишите вдруг Чтоб я не пострадал Остыло уже все, Галентик Такая красивая инсталляция Бетон жалко А Владимир Большое спасибо за тигли Они мне очень Очень пригодились Да еще Еще послужат, я думаю Главное с ними аккуратно обращаться Ну что ж, друзья мои Кому понравилось видео Не забудьте поставить лайк Кто не подписан Подпишитесь На достигнутом Останавливаться я не собираюсь Всем творческих успехов До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok